«Магамба» — это художественный фильм режиссёра Джона Форда, вышедший на экраны в 1953 году. Режиссёр Джон Форд решил экранизировать пьесу «Красная пыль», но не мог найти достойную партнёршу для Кларка Гейбла и Авы Гарднер. И вдруг, случайно встретив Грейс Келли, Форд понял, что он нашёл свою актрису. «Магамба» — это ремейк картины «Красная пыль», где Кларк Гейбл повторяет свою роль. Ради съёмок в фильме Грейс Келли пришлось заключить контракт с кинокомпанией MGM, причём на весьма невыгодных для неё условиях — всего 750 долларов в неделю. Но дело того стоило, ведь Грейс Келли посчастливилась сниматься с самим Кларком Гейблом и Авой Гарднер. О таком мечтали сотни актрис, ведь успех и популярность после этого ей были гарантированы. В одном из интервью Грейс Келли отметила, «В «Магамба» были три вещи, которые меня заинтриговали — Джон Форд, режиссёр фильма, Кларк Гейбл и полностью оплаченная поездка в Африку. Условия в Африке временами были сложные. Студия приложила все усилия, чтобы во время съёмок все чувствовали себя комфортно. Огромная временная деревня была построена для съёмок, в которой было всё необходимое. Во время съёмок у Кларка Гейбла и Грейс Келли закрутился страстный роман, который продлился несколько месяцев. Ава Гарднер писала, что с первого взгляда было ясно, что Кларку очень нравилась Грейси, а Грейс была влюблена в Кларка. Кларк был старше Грейс на 28 лет. Вскоре слухи о романе дошли до семьи Грейс. Кларк Гейбл понимал, что это не мимолетное увлечение, ему придётся жениться на актрисе. Поэтому после съёмок он принял решение прекратить отношения и стал избегать Грейс Келли. В фильме Ава Гарднер и Грейс Келли соперницы. Они ненавидят друг друга и пытаются добиться любви одного и того же мужчины. А на съёмках они подружились и стали близкими подругами навсегда. Во время съёмок сцены с слонёнком животное толкнуло Аву Гарднер в грязь. Актриса упала, зовя кого-нибудь на помощь. Однако режиссёр Джон Форд попросил съёмочную группу продолжать снимать. Так получилась забавная сцена. Кларка Гейбла не впечатлил сценарий и он не ладил с режиссёром. Однажды он ушёл со съёмочной площадки, потому что ему не понравилось, как режиссёр обращался с Авой Гарднер. Ава Гарднер была расстроена, что режиссёр не относился к ней как к звезде и не давал особых указаний. Однажды Джон Форд сказал ей, «Ты невероятно хороша, просто расслабься». С тех пор они прекрасно ладили. Несмотря на высокий бюджет, большую часть фильма сняли в студии в Голливуде. После выхода фильма Грейс Келли стала признанной звездой, получила свою первую номинацию на Оскар и выиграла золотой глобус за лучшую женскую роль второго плана. Ава Гарднер тоже получила номинацию «Лучшая женская роль», а лента выдвигалась на премию BAFTA в номинации «Лучший фильм». В фильме «Магамба» Грейс Келли предстала в элегантном костюме сафари. Будучи под впечатлением фильма и образа Грейс в стиле сафари, Ив Сан-Лоран создал целую коллекцию на данную тематику в 1969 году. Ив Сан-Лоран